Он будет вам говорить, как ему хорошо. Ты знаешь, я сейчас совершенно спокоен, до тех пор, как наши отношения закончились, я как-то счастлив, я спокоен. Эти отношения были просто ад. Было так плохо. Сейчас я просто в раю нахожусь. В самом конце нарцисс будет вас обвинять в том, что это вы виноваты в том, что ему пришлось уйти из этих отношений. Потому что у нас бы могло бы все с тобой получиться, если бы ты не превратилась в монстра. Ты стала просто какой-то неадекватной, психованной истеричкой, которая постоянно мне какие-то свои претензии высказывала. И я просто не мог больше терпеть вот это твое издевательство над собой. И мне пришлось уйти. То есть в самом конце он всю ответственность за все проблемы, которые только не были в ваших отношениях, перекладывает на вас. Например, он вам изменил. Он скажет что-нибудь такое, что я бы не изменил тебе, если бы ты больше времени проводила со мной. Я бы не изменил тебе, если бы ты, например, была внимательна к моим каким-то сексуальным потребностям. И ты виновата в том, что я из этих отношений ухожу. Опять же, для чего нужна эта нарциссу? Раз ты виновата, что ты меня не удержала, то значит я же ценный, ты меня потеряла, потому что я ценный. Потерять можно кого-то ценного. Я в этих отношениях более ценный. Это самое важное, что для нарцисса во всех этих изречениях происходит. Это понимаем. Но кроме того, он будет вас обвинять в том, что вы испортили его отношения, предположим, с вашими детьми. Данные все слетели. Заново заполняем. Истероид – это человек, который нуждается во внимании. А нарцисс – это человек, который нуждается в самоутверждении. Например, как будет вести себя истероид при расставании? Истероид будет говорить «Ой, закололо! Подожди, подожди! Я умираю!» Человек к нему возвращается, и все, истероид как-то быстро выздоравливает. Как будет себя вести нарцисс, когда от него уходит? Если нарцисс видит, что от него уходит, он говорит «Эй, ты от меня уходишь? Да не может быть такого быть, это я от тебя обхожу». И первый действительно уходит, чтобы ни в коем случае не быть тем человеком, которого бросили.